И вот когда мы говорим о цифровизации, нельзя не упомянуть тот, ну, может быть, не шок, но кризисная ситуация, которая возникла год назад в связи с началом ухода различных зарубежных вендоров. И вот сегодня, в день нашей конференции стало известно, что САП уходит с российского рынка, объявил об этом партнером, то есть новые проблемы для российского бизнеса, для российской промышленности. Но, тем не менее, вот сейчас многие предприятия находятся в стадии плавного перехода на российские IT-решения, совместимые с отечественным ООО. И вот компания «Аквариус» со стороны производителя таких решений, она помогает, собственно, цифровой трансформацией предприятий. Как это происходит и с какими производителями отечественного ООО сотрудничает «Аквариус» с ОООГ сейчас? Да, здравствуйте, коллеги. Ну, что хотелось в первую очередь сказать, что, безусловно, цифровая трансформация в последние годы стала ключевым трендом развития всех бизнесов. И на сегодняшний день мы понимаем, с какой проблемой мы сталкиваемся в этой связи, как производители вычислительной техники, как производители так называемого железа. Безусловно, мы развивались все эти годы, не стояли на месте, но, тем не менее, весь этот взрывной спрос на подобные решения, он подталкивает нас к тому, чтобы мы шли этими шагами гораздо быстрее. На сегодняшний день компания «Аквариус» производит большой широкий спектр продуктов вычислительной техники, IT-решений, то, что мы в народе называем железом. У нас есть большие производственные мощности, две площадки. Но мы столкнулись с проблемой, что, безусловно, нам нужно находить решение, когда мы, во-первых, решение, отечественное решение операционных систем, и также искать решение по совместимости того самого ОПО на том уровне развития, на котором они на сегодняшний день находятся. Мы сместили свой фокус, безусловно, также в сторону развития продуктового портфеля, в сторону развития экосистемных технологических решений и создания тех самых альянсов, о которых мы так много говорим. Также буст этого спроса помогает компаниям-производителям операционных систем российских решений развиваться на внутреннем рынке и искать какие-то дополнительные инвестиции в свое развитие, потому что мы знаем, что этот процесс долгий и небыстрый. Поэтому мы на сегодняшний день можем сказать, что наши производственные площадки, которые обеспечивают не только крупную узловую сборку выслительной техники и эти оборудования, а также мы производим материнские платы, линию сборки и пайки материнских плат уже на разных уровнях сложности, потому что пальная система регуляторика, работая на корпоративном рынке, с государственными заказчиками, диктует нам тоже свои правила. Тем самым мы развиваемся именно в партнерстве с существующими технологическими компаниями. Сегодня мы можем предложить весь спектр программ и аппаратных комплексов, совместимых и с инфраструктурными прикладными решениями, и с прикладными ПО, и, соответственно, развиваемся также в информационной безопасности. Если мы говорим про такую технику, как серверы, СКД, сегодня мы сотрудничаем с огромным количеством российских компаний посредством виртуализации, это Zetwirt, Citronix и так далее. То есть, если мы говорим про клиентские решения, сегодня в клиентских решениях у нас большая четверка оперирует на рынке, с которыми у нас уже огромное количество партнерств, проведенных, тестирование готовых решений, сертифицированных решений для наших заказчиков, это и группа компании Astra, и ROSA, и Basalt, и Redos. Соответственно, если мы говорим про мобильные операционные системы, то это Aurora уже есть у многих наших заказчиков. Наши КПК на Aurora мы производим, если говорить про центры разработки, то сегодня мы понимаем, что если возвращаться к предыдущей дискуссии, к предыдущему спикеру, почему мы так медленно развивались, потому что, безусловно, у нас не было таких фокусов. Для того, чтобы наработать такие компетенции, нужны годы. Это и инженеры, это и архитекторы, и разработчики, те, кто могут импортировать, те, кто могут и тестировать, те, кто могут создавать грамотные карты тестирования для того, чтобы мы в конечные итоги пришли с продуктом к тому, что хочет наш заказчик. Мы себе поставили амбициозные цели в этой связи в этом году не только образовать стилианс, не только создать программно-аппаратные комплексы, но также обеспечить правильный, многоуровневый опыт, скажем так, сервисной поддержки, потому что это очень сложная инфраструктурная история. Да, и мы хотим не только масштабируемые решения, мы хотим предлагать нашим заказчикам, которые, безусловно, уже начинают постепенно больше и больше доверять российским решениям, предлагать в том числе и какие-то комплексные решения задачи, это отраслевые решения, нефтегаз и так далее и тому подобное, чтобы перескакивать в развитии уже несколько шагов. Потому что задачи заказчиков на месте не стоят, их нужно решать, и кто как не мы, поскольку у нас на сегодняшний день есть возможность обеспечить всю комплексную поддержку с производственной линии до выданного, поддерживаемого, правильного программно-аппаратного решения. Но, безусловно, мы на сегодняшний день на наших производственных мощностях автоматизируемся, безусловно, мы там тоже развиваемся, но тем не менее мы понимаем, что все оборудование, на котором мы осуществляем сборку, пайку и так далее, оно иностранное. Поэтому, конечно, нужно делать фокус в сторону автоматизации линии сборки, роботизации линии сборки и так далее и тому подобное. То есть здесь нам тоже нужно развиваться, потому что наши возможности в этой связи достаточно ограничены. Поэтому мы, безусловно, сталкиваемся с таким взрывным ростом спроса, потребностей. И еще раз повторюсь, это корпоративный рынок, это государственные заказчики, там, где, безусловно, социальная очень высокая ответственность стоит перед нами. Мы также сталкиваемся с проблемами вот развития компетенции, что не дает возможности нам быстро масштабироваться и быстро создавать вот те самые решения. Несмотря на то, что российские производители, повторюсь, операционных систем, они сегодня также шагают очень быстро, также очень быстро адаптируются и развиваются. И сегодня это комплексные решения. Мы вот недавно с коллегами у нас была рабочая группа, и мы как раз обсуждали, что если брать эту систему в целом, то в принципе мы практически во всем своем обеспечении, вот IT-оборудование, можем выходить с софтом на полностью российский контент. То есть это и пакеты, и мой офис, это операционная система, и мобильная операционная система, и средства зернового копирования, и средства, и система хранения данных на, собственно говоря, собственных решениях. И в компании «Аквариус» также развивается и в телеком-оборудовании. Мы тоже будем готовы предложить в конце года программные аппаратные комплексы в этом направлении. Поэтому, да, компетенции и промышленное развитие нас немного тормозят, но, тем не менее, мы стараемся двигаться быстрее, чем оно того требуется. Ольга, скажите, пожалуйста, не могу не задать вопрос, вот после, тем более, выступления Евгения Борисовича, а со стороны дружественных новых рынков есть ли интерес к вашей продукции? И какие это страны? Да, интерес сегодня присутствует. Мы, как и многие другие компании, понимаем, что для того, чтобы масштабироваться особенно в таких решениях, когда мы говорим про программно-аппаратные комплексы, нам нужно здесь еще немножко отработать все то, что было, скажем так, сделано. Огромное количество лабораторий сейчас развернуто в «Аквариусе» и внутри нашего центра разработок и на стороне заказчиков, которые тестируются стенды. Это очень глубокий уровень инвестиций, десятки миллионов долларов. И для того, чтобы качественно и грамотно выйти на другие рынки, конечно, нам, безусловно, нужно еще время для того, чтобы все это потестировать. Но, тем не менее, интерес есть. Вот и «Мьярма», тоже, которая сегодня звучала. Активно интересуется. И более того, там речь не идет даже о каких-то частичных заменах, а речь идет, в принципе, о заменах целого парка техники, целого парка сервисов, целого парка инфраструктуры, цотов и так далее. То есть мы даже на этом уровне это обсуждаем. Мы понимаем, что тот отложенный спрос, который был особенно в инфраструктурных решениях, здесь у нас, пока уходили иностранные производители, он уже и чувствуется нами и там, что возвращаются и понимают, что можно нам доверять, что можно создавать большие отсоды, что можно создавать большую инфраструктуру, систему хранения данных, систему резервного копирования, там, где действительно эти моменты, особенно на государственном уровне, имеют важное значение. Субтитры создавал DimaTorzok